Вала Щук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл, Вала Щук СД Всем привет! Лет 20 назад от друзей я услышал, что появилась некая молодая неплохая актриса Чулпан Хаматова. Сходив на какой-то спектакль с ее участием, я возразил им, она не просто неплохая, она хорошая актриса. Затем, спустя годы, я посмотрел еще несколько спектаклей с ее участием в Театре нации и опять пересмотрел свои взгляды. Я понял, что она не просто хорошая, она очень хорошая актриса. Но побывав на спектакле «Утро-вечер» в Театре юного зрителя, что в Мамоновском переулке, я понял, что все это время сильно заблуждался относительно ее таланта. Слова «хорошая актриса» не совсем точно отражают суть этого культурного феномена. Чулпан Хаматова – великая актриса. «Специально не ставлю перед словом актриса прилагательное русская. На мой взгляд, она переросла рамки национальных границ». Но в тот вечер я не только пересмотрел свои взгляды на Чулпан Хаматова. У меня было еще три открытия, из которых два человеческих. Это Владимир Варнава – великолепный танцовщик, хореограф и, как оказалось, еще и режиссер. И блестящая пианистка Екатерина Сканави. А также было у меня еще одно техническое открытие. Я узнал, что такое 3D-мэппинг. Но это открытие также можно назвать человеческим. Так как я, во-первых, понял, насколько я отсталый человек. И, во-вторых, насколько продвинуты те люди, которые умеют творить такое. Спектакль был полностью построен на стихах прекрасного русского поэта Юрия Левитанского. Дословно, без купюр и посторонних реплик. Из всех наших поэтов этот художник-слова вызывает у меня двойное уважение. И как прекрасный лирик, и как настоящий мужик. Человек прошел всю войну. От простого солдата дорос до офицерского звания. А это не просто без окончания военных училищ. Значит, проявлял и военную смекалку, и смелость. За что и был награжден не только медалями, но и орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Но суровая военная служба не сделала его солдафоном. Его стихи очень лиричны. Зато война обнажила перед ним человеческие души, характеры и судьбы. Ставила его самого на грань жизни и смерти. Чем заставила вглядеться в глубину самого себя. Что и сделало его стихи очень глубокими. Глубины его стихам добавила еще и послевоенная нищета. С которой он мужественно боролся, не предавая свое поэтическое призвание. Но он не сломался ни на войне, ни в послевоенной нищете и борьбе за выживание. Все время оставаясь настоящим мужиком. Вот за это он и вызывает у меня уважение в первую очередь. И только после этого вызывает восхищение своими стихами. И может быть даже не после этого, а именно поэтому. Я всегда, прежде чем читать какого-нибудь автора, знакомлюсь с его биографией. И читаю только тех, кто достоин называться людьми. Юрий Левитанский – это как раз тот случай, когда стоит читать. Если же человек был паразитом, лизоблюдом, подлецом или предателем, его стихи я читать не буду. Даже если это сложнейшая литературно-филологическая эквилибристика и заумь. Трусость, подлость, предательство или заблюдство никаким высокодуховным творчеством не оправдаешь. Ничего хорошего такой индивид вам не расскажет. В его стихах уже заложена гниль. Как бы прекрасно и возвышенно они не звучали. Точно так же я стараюсь не читать даже достойных, но сломавшихся людей, покончивших жизнь самоубийством. Разве только для того, чтобы понять, что заставило их уйти из жизни. Это очень опасное чтение. Так как в их стихах заложено опасное видение мира, предполагающее поражение. Но не достойное поражение в смертельной схватке с жизнью. А падение на колени, дезертирство, трусливый уход с поля боя, называемого жизнью. Никого не осуждаю, даже восхищаюсь поэтическим даром многих из них. Но с недавнего времени стараюсь не читать. Юрий Левитанский выдержал все. И даже умер на боевом посту. Во время литературного круглого стола от сердечного приступа. Но вернусь к спектаклю. Честно говоря, я так и не понял, это была режиссерская задумка или действительно была какая-то техническая накладка. Но начало спектакля задержали на полчаса, не пуская людей в зрительный зал. Я все-таки склоняюсь к тому, что это была очень талантливая задумка. Но в начале спектакля у раздраженных людей создалось впечатление, что Чулпан Хаматова действительно опоздала и теперь старается наверстать упущенное, стоя на сцене и виновато читая с листа стихи Левитанского. Читая торопясь, монотонным, занудным голосом, как это обычно делают на своих творческих вечерах всякие поэты, не обладающие актерскими способностями. Причем она делала это достаточно долго. А параллельно с этим находящаяся на сцене пианистка и какой-то парень, который сидел рядом с ней, тихонько переговаривались друг с другом, демонстрируя свое безразличие к происходящему на сцене. Иногда пианистка ни с того ни с сего вдруг начинала играть классические произведения, как бы сопровождая поэтическое чтение и делая его якобы возвышенным. Так же внезапно она и прекращала играть. Парень, не торопясь, переворачивал ей нотные листики, и они продолжали тихонько трепаться. Все выглядело удручающе скучно. Поведение пианистки и ее помощника своим безразличием только добавляли скупки. «Вот вам и хваленые звезды», – подумал я, – «пришли номер поотбывать». Мне все стало ясно, и я, думая уже о чем-то своем, стал ждать антракта, чтобы тихо уйти по-английски, не наступая никому на ноги. Уверен, точно так же воспринимали происходящее на сцене и другие зрители. Было видно, что Хаматова переживала за свое опоздание, явно нервничая. Все это продолжалось достаточно долго. На каком-то этапе своих бездарных декламаций нервничающая и торопящаяся Хаматова к тому же неловко уронила пачку листиков с текстами, которые разлетелись по сцене. Помощник пианистки вскочил и начал помогать ей поднимать эти листики. Зрители с недовольными лицами продолжали наблюдать за всей этой самодеятельностью, происходящей на сцене. И вдруг происходит какое-то преображение Хаматовой. Она отбрасывает эти листики и энергично начинает двигаться по сцене вместе с этим парнем в каком-то чудном танце, наизусть читая стихи Левитанского. И читая их так, как это может делать только великая актриса, способная войти в душу того человека, который это написал, и произнести их так, чтобы точно передать чувства, охватывавшие поэта в момент написания этих строчек. В зале был шок от этого когнитивного диссонанса, от этого преображения, от этого избавления от горечи несостоявшихся ожиданий. Это было прекрасно. Отточенные движения этих двух актеров дополняли прекрасную поэзию Левитанского. Это была поэзия в движении. Я уже позже узнал, что это был знаменитый танцовщик, хореограф и режиссер этого спектакля Владимир Варнава. Поэтому я и подумал вначале, что задержка спектакля и была задумана режиссером, чтобы усилить эффект от этого преображения. Если это так, то я ему аплодирую еще раз. На сцене происходило какое-то волшебное действие, дополняемое прекрасной классической музыкой Баха, Генделя, Филиппа Гласса и Арво Пярта. В великолепном исполнении Екатерины Сканави. И сопровождаемое потрясающим потрясающими световыми эффектами, видеопроекциями каких-то картин, пейзажей, подчеркивающих и усиливающих и мысль, и движение, и музыку. Причем эти видеоизображения были на всех поверхностях сцены, боковых, тыльной и даже висели в воздухе. И что самое странное, артисты не мешали изображению, не отбрасывали на него тени. Я стал смотреть, где же расположены видеопроекторы, что артисты не отбрасывают тени на стены. Я осматривал потолок, балконы, но так и не понял, как это было сделано. Это уже потом, после спектакля, я узнал, что такое 3D-мэппинг. Оказывается, я сильно отстал от жизни. А это целое направление в искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды, с учетом его геометрических особенностей и местоположения в пространстве. Причем это была не декорация или фон этого спектакля, а самостоятельная, четвертая, наряду с поэзией, хореографией и музыкой, сюжетная линия, дополняющая и еще больше раскрывающая поэзию Левитанского и великолепную игру актеров. И сделано все это было творческой командой из Санкт-Петербурга «Иллюминариум 3000». Самым известным их проектом, по крайней мере для меня, является участие в создании номера Сергея Лазарева «You are the only one» на Евровидении 2016, когда целый ряд абсолютно осязаемых зрением Сергеев-Лазаревых выходили и заходили на сцене из разных дверей одновременно и еще и пели. Кто из них был настоящим Сергеем Лазаревым, разобрать было невозможно. Потрясающий номер. Рекомендую посмотреть, если кто не видел. Так вот, точно так же было сделано и на этом спектакле. Потрясающие видеоэффекты, дополняющие стихи, хореографию, актерскую игру и музыку. И все это вместе делала этот спектакль необычной, рядовой и даже очень талантливой постановкой, а произведением театрального искусства, потрясающим современным перформансом. Мне повезло побывать на таком спектакле. И я рад, что не только не разочаровался в Чулпанхаматовой, но еще больше восхищаюсь ее талантом. Теперь буду также следить за творчеством Владимира Варнавы и Екатерины Сканавии, а также интересоваться новинками и достижениями 3D-мэппинга. А в заключение напомню вам потрясающие стихи Юрия Левитанского, которые так проникновенно читала со сцены Чулпанхаматова. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох до заплаты, меру окончательной расплаты каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя Выбираю то же, как умею Никому претензий не имею Каждый выбирает для себя До свидания, друзья И желаю вам не ошибаться в своем выборе Вала Щук СД Пишет вам эссе Жизнь и рок-н-рол Вала Щук СД